Сегодня в Москве проходит 17-й отчетно выбранный съезд КПРФ. Главная задача выбрать новый состав ЦК и контрольной комиссии. Лидер партии Геннадий Зюганов выступил перед товарищами с политическим отчетом. Темы наших лодонов должны быть гораздо актуальнее и конкретнее. Нужно бить в нервы общественной атмосферы. Только так мы сможем сплотить вокруг себя стойких борцов. Многим зрителям ОМТВ могло показаться, что некоторые винтики путинской системы начинают ржаветь и прозревать от беспредела, который творит нынешняя так называемая российская власть. Российский блогер Дмитрий Иванов, более известный как Камикат Зе Дед, 26 мая 2017 года выложил на своем YouTube-канале ролик в честь миллиона подписчиков. Но речь в этом материале не о нем, а о девушке, фрагмент видео которой Дмитрий Иванов использовал в качестве наглядной демонстрации несогласие молодых людей с инициативой спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запретить молодежи участвовать в митингах. Вот этот фрагмент. И люди, даже которые не поддерживают Навального, просто охреневают от подобного предложения, записывают обращения Валентине Ивановне. Уважаемая Валентина Ивановна и все те, кто смотрит на нас, на молодежь, как на послушных маленьких детей. Конечно, вы все там считаете, что вы за нас должны думать и принимать решения, а мы должны жить между бургером и телевизором и не мешаться у вас под ногами. Но это не так. Данная особа является чемпионкой мира по пауэрлифтингу и также имеет свой YouTube-канал. В своем обращении к Матвиенко она сокрушается по поводу тяжелой судьбы простых граждан России, которые, в отличие от мажоров и детей-чиновников, не могут найти свое место под солнцем. Валентина Ивановна, дело не в оппозиции, не в движухе и совсем даже не в Навальном. Мне этот дядька вообще не очень-то приятен. Но еще больше неприятны мне те, кто считает нас молодежь за глупое быдло. Валентина Ивановна, неужели вы думаете, что каждый ребенок, начиная с первого класса, не понимает, что у нас появились люди высшего и низших сортов, что кто-то идет в школу с автобуса, а кого-то привозят на Мерседесе, что детям из богатых семей доступно все, абсолютно все. Обычные родители, например, должны вкалывать на двух работах, чтобы оплачивать спортивную секцию ребенка, если он хочет заниматься спортом, на более-менее серьезном уровне. И то, скорее всего, шанс достичь чего-либо в жизни у него совсем невысок. Неужели вы сами не видите, как ведут себя на улицах города-мажоры? Эти самые детки чиновников и бизнесменов. Она даже сына Сталина вспоминает, который не отсиживался в тылу во время войны. А нынешние детки руководства страны, видите ли, не поехали ни в Сирию, ни на Донбасс. Валентина Ивановна, а между тем, я совсем не видела детей нашей элиты ни в Сирии, ни на Донбассе. Казалось бы, при чем тут Донбасс, если в представлении кремлевской пропаганды в Украине продолжается гражданская война. Генеалогия гражданской войны. Попробуем разобраться, как получается, что страна добровольно скатывается в трагедию. В гражданской войне на Украине на этой неделе наступил перелом. Ополченцам удалось окружить крупные силы украинских войск. На Украине нет гражданской войны. Нет гражданской, ну какая? Украина, очевидно, больна. Из-за гражданской войны на Украине в Россию перебираются не только мирные жители. Украинские военнослужащие и российские военнослужащие будут не по разные стороны баррикад, а по одну сторону баррикад. Расстратив полученные ранее международные кредиты на бессмысленную гражданскую войну, Киев просит у Запада еще денег, а старое обязательство признавать не хочет. Итак, возможность избежать гражданской войны на Украине сейчас зависит от Запада. Гражданская война на Украине окончательно вышла за пределы Юго-Востока. После бойни в Мукачево взрывы гремят уже во Львове. Есть пострадавшие. Разрушенные города на территории Донбасса – самое яркое пособие. Оно лучше любых педагогов расскажет о войне. Вооруженных сил Украины не против России, против граждан своей же страны. Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу. Но территории Украины Марьяна вспомнила не просто так. Она, как Кобзон по зову Пупка, Охлобыстин по зову голосов из потустороннего мира, Прилепин по зову издателя, Пореченков и Чичерина по зову продюсеров, Монсон по зову российского паспорта и тому подобная нечисть, В разгар российского вторжения на восток Украины активно участвовала в военной пропаганде и агитировала граждан России выполнять роль пушечного мяса. Благодаря таким, как Наумова, сотни, если не тысячи российских добровольцев и военнослужащих лишились кто конечностей, кто глаз, а кто жизней. Вот 9 мая 2017 года Наумова с вечно берущим Киев и Лондон Захарченко поздравляет россиян с Днем Победы. Уважаемые жители России, поздравляю вас с этим великим днем, с этим праздником. Желаю счастья, мира. Желаю всем нам нашей общей победы. А эта Марьяна в составе террористической группировки ДНР демонстрирует умение стрелять с автомата. Здесь Марьяна агитирует россиян ехать в Сирию. Фрагмент включения для РЕН-ТВ. Ну я не знаю, мне кажется, как нельзя заставить любить президента, потому что он все для них делает и помогает, и обеспечивает там, где есть АСА, там есть образование, работа, и люди не хотят оттуда уезжать. А бегут, конечно, оттуда, где есть вот исламское государство и различные другие группировки. И с коммунистами Наумова тоже успела засветиться. Дорогие товарищи, дорогие наши защитники, сердечно поздравляю вас с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сцыны русской земли всегда славились своими подвигами. Они складывали легенды и песни. Так было во времена Петра Первого, во времена Великой Отечественной войны, во время исполнения военного долга в Афганистане, так и сейчас на Донбассе и в Сирии. В этот день мы поздравляем всех тех, кто, не щадя своей жизни, сражается за мирное небо и отстаивает интересы нашей великой Родины. Чтобы понять суть мировоззрения Марьяны, достаточно посмотреть эти кадры. С Монсоном все понятно. Для него, как и для Сигала, Роя Джонса, Депардье и других обладателей российского паспорта, деньги не пахнут. А вот Наумова в свои 18 явно все делает искренне. И цветы к памятникам коммунистических вождей регулярно возлагает, и с пропутинским президентом Молдовы Дадоном встречается по зову сердца, и от Зюганова бирюльки получает с удовольствием, и с террористами позирует, и с радостью участвует в информационной войне против Украины. Только вот в адрес Матвиенко высказывается явно не по собственной воле. Ребята, думайте своей головой, не слушайте провокадоров. Учитесь видеть дальше телевизора и задавать правильные вопросы. Марьяна призывает видеть дальше телевизора, сама по сути являясь частью этого телевизора. Здесь три варианта объяснения ее слов. Это либо фрагмент очередной кремлевской многоходовочки, либо девочка начала прозревать, либо налицо биполярное расстройство психики. Нам больше по душе вариант с многоходовочкой, поскольку в обращении Наумовой Навальный – неприятный дядька. А Валентину Матвиенко, которая своего сынулю за счет денег налогоплательщиков сделала долларовым миллиардером, Марьяна считает уважаемым человеком. И неоднократно это подчеркивает. Но нам интересно ваше мнение, которое вы можете оставить под этим материалом. Ссылку на полное обращение Наумовой мы размещаем в описании к данному видео. Все у нас будет хорошо, я уверена. Ваша Марьяна Наумова Субтитры создавал DimaTorzok